Всем привет, дорогие друзья! С вами Вилноу, и в этом видео расскажем о том, что у нас, как проходить, хранились все воплощения на этих судьбоносных рейдах. Но перед этим сходу, как всегда, таймовички! Таймовички — это когда точно так же и проходить, как в прошлый раз. Это невероятные ощущения, поэтому схода поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видеостримах, которые проходят ориентировочно с 12 до 14 и с 18 до 20 по московскому времени. Обязательно подписывайтесь на Телеграм и Дискорд и оставьте свои комментарии, что вы думаете по данному поводу. Так, начнем в ряске с чего. Значит, судьбоносные рейды. Каждую неделю у нас будет новый судьбоносный рейд. В отличие от Shadowlands, они никак не аппаются, то есть нет никакого аффикса бонусного, который их бы специально аппал. Ну, они просто стали сложнее под наш новый уровень предметов, и новые уровни предметов оттуда падают. Вот, каждую неделю они меняются, соответственно, сейчас у нас хранилище воплощение, на следующей неделе Амердрасил, Аберий, и на следующей Амердрасил, да. Ну, и, соответственно, потом это еще раз так повторится, снова хранилище, потом опять Аберий, потом Амердрасил, и с седьмой недели они все будут одновременно открыты. И, соответственно, актуальны, да, то есть актуальность меняется каждую неделю, на седьмой, собственно, актуальность становится общая на всех. Соответственно, значит, все будет то же самое, как в прошлый раз, как полтора года назад Или когда там этот был хранилище воплощений, да Рассмотрим тактику на этом сайте Этот сайт, ребятки, называется MythicTrap Соответственно, видео будет написано А ссылочка под ним будет, конечно же, на этот сайт И, соответственно, здесь можно будет все посмотреть Находится это у нас, ребятки, вот здесь Старые рейды, хранилище воплощений Вот здесь вы можете выбирать, на кого, собственно, посмотреть тактику, да Перед боссом открыли мое видео, либо этот сайт И погнали, выбираете сложность, выбираете роль, если угодно Да, и, соответственно, смотрите, нажимаете быстро Это стратегия, потому что глубокая стратегия Зачем вам казуалам, да Правильно сказал? Правильно говорю, правильно Итак, ребятки, значит, с чего начнем? Начнем, в общем-то, с ЭРАНОГА ЭРАНОГА, ребятки, значит, что у нас здесь происходит Первое, ребятки, появляются шипы, не попасть в шипы Второе, будет АОЕ РЫК, не попасть в войд зоны и Прохиливать РЫК Здесь вынести дебафы рядом с боссом В общем-то, так, чтобы, соответственно, там зареспауниться АДЫ И их быстро убить Рядом с этими людьми не стоять Кто их выносит, чтобы не получить урон Уклоняться от КЛИВа, который направляется в рандомную цель И, соответственно, в общем-то, не попадать в этот КЛИВ Все хорошо Танки меняются на двух стаках Значит, потом у нас начинается став энергии И заканчивается, когда АДЫ дойдут до босса, да То есть идут вот так вот АДЫ Надо дырочку в одном из них пробить Вот, и выйти из этой цепочки Так скажем, все это время можно, в принципе, бить босса Пока это происходит Такая вот история Такой вот простой у нас ЭРАНОГ, ребятки Что у нас, собственно, дальше? Дальше у нас Террас Террас, замечательный босс, который что делает? Смотрим, ребят Сбегитесь в круг, чтобы поделить урон Затем выбегите Вот такой будет круг, который надо будет делить урон Да, если я правильно помню Здесь на две группы люди разделяются И сначала одна делит урон А потом вторая Если так было в прошлый раз, не помню Значит, что у нас еще? Значит, у нас будет встаньте в ряд, если у вас дебаф Да, то есть если на вас такие вот маленькие кружочки Надо встать в ряд, чтобы положилась такая вот полосочка Либераппендго А танк, в свою очередь, потом вот этой своей полосой навел И уничтожил эти, собственно, шипы Когда они уничтожаются, будет проноситься большой урон Да, то есть вот если вы танк Направляете лучше так, чтобы уничтожить шипы, появившиеся после той полосочки Собственно, по этому полосочку и надо организовывать Дэмэдж дилерам, хилерам На кого выпало Потом танка в вас, собственно, начинает вот такой вот кривко вставать в сторону Так что в него не падать, в этот кружок, чтобы было неприятно Плюс потом еще падают на землю войдзонки Тоже в них не попадать Значит, когда энергии 100 будет дружно Уезжаем в бок всем рейдам Абсолютно, чтобы не пасть в огромную кливзону Которая превращается в войдзону Ну и, соответственно, после этого, грубо говоря, тактика и продолжается такая же Так что, в принципе, простой босс Но не для всех Следующий босс, ребяточки, Сеннарт Следующий босс Сеннарт и что же он у нас делает? Да, что он у нас делает? Это паучиха Она, значит, накладывает на вас паутину Ее надо, собственно, наспамить Зачем нужна паутина? Ну, в дальнейшем она будет ряд игроков притягивать Этим игрокам надо будет зайти в паутину Иначе улетите вниз Но это, по-моему, только на эпохальной сложности Если я правильно помню, да То есть, потом у нас появляются такие ады Подходите в момент их смерти, чтобы снять дебафы Уклоняйтесь, дебафов нет, да То есть, на вас будут дебафы Когда они будут умирать, дебафы будут с вас сниматься Отбегите подальше, чтобы... Или встанете в паутину, да То есть, вот момент, когда она начинает притягивать Либо далеко отбежать В принципе, этого достаточно Либо Демон Хантером всяким Двойной прыжок нажать Ну, чего-то вот такого рода, да То есть, поступ смерти, сорицы смерти Чтобы вас не дернуло Либо, просто-напросто, вот так в паутину зашли И вас не притянуло Которую, собственно, предварительно разбросали люди Значит, рассредоточьтесь Если на вас круг, да То есть, на вас круг Просто домашка вокруг вас проходит Собственно, рассредоточились И никто не получил урон Так, уклоняются от снарядов Значит, будет войт зон на полу Собственно, в них не попадать И не стоять, соответственно, в лужах от них Уклоняются от клива Ада Паука Появляется Ад Паук И он кливает, поэтому будьте аккуратны, танк тоже старайся не заводить его, так сказать, так, чтобы он кливнул всех Но поначалу он появляется и кливает, да? Вторая, ребяточки, фаза, она будет накладывать то же самое, рассредоточение Избегайте перьев, соответственно, появляются такие вот перья, их надо избегать в зоне этих, да? Значит, чтобы правильно, чтобы не вылезть платформы или в сторону перьев, весь в рейд встаньте, да? То есть будет откидывать, надо, чтобы отлетели в сторону этих самых перьев Потом, значит, стоите в паутине, чтобы не вылететь с платформы, да? То есть паутина такая же, только она теперь не в себя втягивает, а, судя по всему, просто всталкивает, ну, пон Ну, пон, ребяточки, и используйте взрыв паучков, чтобы снять дебафы паутины, да? То есть вот такая вот история Вот такая вот история Так что, вот такая история, такой босс, ребята Хранилище воплощений, дальше у нас совет стихий Идет совет стихий Вот, хранилище воплощений, совет стихий Блин, очень похоже, лол Совет стихий, это же прям то же самое, как в Медрасиле, тоже там был совет Любят они советы, походу, какие-то, да? Значит, первое, ребяточки Уколонитесь появляющихся шипов Будут появляться такие шипы, от них, очевидно, будет уклониться от войдзон Вот, а потом что у нас? Рассредоточьте с дебафами, подойдите к земляному шипу, чтобы снять дебаф То есть, так сказать, заземлитесь, да? Зашли с этим синим кружком в пилончик и отлично Отнесите круги к колоннам, чтобы сломать, очевидно, эти колонны и поделить урон Не стойте в двух кругах сразу То есть, две группы делятся пополам И круги эти ломают, оставляя по себе войдзону К тому же, да? Наступите в огонь до того, как находятся 10 стаков На вас копятся такие ледяные стаки над башкой И вот, соответственно, надо вот зайти в войдзонку и почиститься от этих стаков Собственно, вот такой вот босс Довольно-таки простой по механикам, да? Опять же, кого фокусить, это решать рейт лидеру Да, рейт лидеру Значит, хранились чем-то прощение, ребяточки Погнали, дафия Дафия, ребят И, в общем-то, что она у нас здесь делает? Рассредоточьте, чтобы не передать дебафы у колонейшихся игроков с дебафами То есть, вот такие будут дебафы Надо рассредоточиться Вот Такая вот история Следующий Уклониться от торнадо Следите за стрелками Уклониться от торнадо, очевидно И будут такие стрелки направлены, в которые торнадо летают постоянно Поэтому на пути их пролета лучше не стоять Следить за этими торнадо придется Ну и, соответственно, что следить, если, в принципе, они войдут зонами Показывают, куда они прилетят Да, вопрос только, какая из них и куда Значит, сопротивляться притягиванию Вас будет жестко всасывать Надо, чтобы вас не всосало, да Надо, чтобы вас не всосало Поэтому, как бы, сопротивляйтесь Ну, или отталкивает Короче, не упадите с платформы Танки меняются на трех стаках Не улетите с платформы после завержения коста Да, то есть, меняются танки, когда основного танка откидывает Убейте большого ада, который появится Запрыгивайте на платформу, убейте адов там То есть, убивается большой ад, когда он убивается Если я правильно помню, он начинает отталкивать При своей смерти И ряд игроков специально встают Так, чтобы их откинуло на платформу Чтобы они убили адов, да Тоже явно распределенных Рейд-лидерам предварительно, да То есть, вот такая вот у нас история Хранилище воплощений Курок Курок, ребяточки Курок, что у нас делает, да? Уклоняться от клейма Курока Вот такое Не стойте перед боссом Танки меняются на каждый касс, да? То есть, меняются на каждый касс Танки, да? Значит, потом у нас, ребяточки Уклоняться от вот такой вот линии Чтобы не попасть в нее Будучи дэмэдж-дилером Затем, вот, уклоняться Снарядов не стоять в луже То есть, вот такие вот будут снаряды Не уклониться И, соответственно, там будут появляться Войт-зоны Тоже, видимо, предварительно К стеночке надо будет отойти Уклоняться от вихрей Если дебаф на вас И убегать, да? То есть, вот, наложилось, да? И пошли вот эти вот вихри Глянь, как страшно О, боже Выглядит страшно Уклоняйтесь от снарядов Диспельте тех, кто не смог уклониться, да? Значит, не попасть И это дает стан Но это можно диспельнуть В принципе, это хорошо Поделить, ребяточки, урон Как всегда, этот круг Чтобы поделить урон Бам, вот они, два круга появились Опять же-таки, полам надо их делить Половину одному, половину другому Такие круги, если что, могут Всякие маги, охотники в соло Скажем так, забрать Нажав глыбу Либо нажав свой вот этот вот Кокон, либо бабл На паладене Такие дела Можно будет не чистить всей группой Чтобы это потом не хилить, да? Потом, ребяточки Уклоняйтесь от кругов Вот таких, да? Когда начинается фаза с мобами Вот такие круги Как, собственно, на боссе Из подземелья Который нас ждет О котором расскажу уже В следующем видео, да? То есть, такие вот круги Отбегать от места Где появится ад Вот зона такая на полу, да? Значит, что у нас еще, ребята? Нужен партнер рядом Один их рок с дебафом Один партнер То есть, надо Найти партнера себе То, что в Варкрафте мы не делаем Поэтому игнорируем данную механику Весь рейд отбегите Если на вас круг А значит Вот такой вот круг Не стоять ни с кем Просто домашка проходит Перекройте круги на земле Чтобы избежать урона к рейду В общем-то, да? То есть, просто обычная перекрывалова Вот такие вот кружочки Видите, по центру надо прям встать Значит, потом что? Укладывайте сатогни на вывихря Разбивайте косты И убейте ада То есть, опять появляется ад Косты и так далее Потом вот у нас что? Забежать в круг надо будет Когда происходит ауешка, да? То есть, чтобы от нее спастись Разбегитесь с кругами Чтобы не надамажило Очевидно всех Опять-таки, очень похоже Еще и лужи оставляет, да? И отбегите Если на вас круг, да? Отбегите Если на вас круг Вот видите Он такой молнией вас бьет Чтобы вы по рейду Не распространяли Эту самую молнию, да? То есть, кажется Много чего надо делать Но, на самом деле Это механики По очереди исполняются То есть, там этого босса Водите по кругу И в каждом из вариантов Разделения этого круга Он получает, типа Огонь Воздух Землю и так далее Силы И, соответственно От этих сил И будет у нас идти Механика, да? Какая-то, типа Все подряд Из того, что вы слышали Делать не надо Это все по очереди Грубо говоря Делается, ребят Что у нас дальше? Дальше, ребяточки У нас Дэнна Тупо Денис Ребят Денис Выйдите Уничтожьте Вылупляющиеся яйца Чтобы избежать Появления адов То есть, у нас будет Что? Яичко Вот такое на полу, да? Вот Его надо будет Уничтожать Да? Его надо будет Уничтожать Каким образом? Нажмите на кнопку Направьте луч То есть, будет стоять посох Видите, посох стоит, да? Вы по нему жмете И идете в сторону яйца И за вами будет идти луч То есть, нажимаете И за вами пошел Типа такой луч Которым вы должны провести Через эти яйца И тем самым Их уничтожить Эти яйца Опять же-таки Есть определенный роут По которому Здесь правильно Будучи танков Надо водить Чтобы все яйца Уничтожили качественно, да? Уклоняться нужно От вихрей Вот таких вот, да? То есть, встали И не встали Как бы, да? Встали, не встали Расстроится, если на вас Дебаф Накладывается дебаф И, в общем-то, вот, пожалуйста Тикает, видите? Не надо, чтобы рядом с вами Кто-то стоял От вас идут такие брызги Неприятные Электрические Вращающиеся огненные лучи Но борезка в деле Скилл на пределе Вот Аккуратно Не стоите под ней, да? Малыш дракон обезумел Но все в порядке Он просто нахуй носит урон И замедляет Да, надо очень быстро Убить протодракона Такая вот история Куча, как видите Всех мобов Которые что-то делают То есть, там Как происходит Группа делится пополам Одни бегают Ломают яйца По определенному маршруту Да, то есть Этот маршрут Можно даже где-то загуглить Не знаю Возможно Тут он даже тоже есть Сейчас мы до низа дойдем Посмотрим То есть, танк бегает По определенному маршруту Как правило Это что-то типа Вот он бежит По-моему От начала арены Он бежит налево И вот такой вот круг У него получается Да, какой-то Или направо Ну, короче По кругу, в общем-то Он проводит Все яйца уничтожены В твою очередь Второй танк И, в общем-то Вся остальная группа Бегает там Где появляются ады В общем-то Это так и работает Да, чтобы где появлялись ады Примерно и чистили По точкам появления адов Они всегда зафиксированы Одни и те же Но в разных местах Каждый трай И, соответственно В общем-то Убиваются ады Второй группой Да, такая вот история Потом, если что Они переключаются на босса Ну, обычно Они просто бегут К следующему месту Появлению адов Чтобы там быстро Их залить Сбить косты И прочее с ними сделать Значит, что у нас дальше Больше никаких адов нет Берсерк фазу Убейте воз Да, то есть Ну, берсерк фаза Она костует Такие штуки Направьте в луч В остальные яйца Либо в сторону от рейда Да, то есть Если яйца не добили Так Потом Доджа свирлс Watch out for second waves Hello My name is John And I'm from Great Britain Короче, не стоять В уйд-зонах Прохильте И продиспельте Чтобы снять Позвращение исцеления Разбейте ловушки Чтобы освободиться Вот такая вот штука будет Либо можно убить Либо прохильте Либо диспельнуть Такая вот история Да Значит, основные ВА Отличные Показывающие иконку Механику дебафа Так ВА для танков Так Это же товарищ По танкованию Застряли Так Странно, что здесь Нету роута Да То есть Ну, может он где-то есть Не знаю Ну, где-то как бы Есть роут Да, где-то как бы Есть Но там люди знают И находят этот роут Так что Не переживайте Когда идете Так и будет видно Главное Яйца Убейте И все И все будет хорошо Значит, дальше Ребяточки У нас Рошагет Непосредственно Самая главная Виновница Нашего торжества Это Рошагет Первое, ребяточки Вынести бомбу Из рейда В назначенное место То есть Выносится вот такая бомба Светящаяся Да И там оставляется лужа Лужа нужна для того Чтобы если вас откидывает Все в сторону лужи Это и встали И вас эта лужа не откинет В общем-то Это полезно Дальше Сопротивляйтесь Отталкиванию Вставая в лужи От бомб Ну, то, что я в общем-то И сказал Да, то есть Отталкивает в сторону луж Отлетаете И не улетаете Тем самым Расстреоточь Затем сбейте каст И глушите Или с дисплейте Два раза То есть Вот так вот Расстреоточились И, соответственно Сделали это Да, вот есть такие Появляются еще кружочки Не стойте в огромном луче Она плюет Огромным лучом По-моему, все драконы У нас так делали Так сделал, по-моему, Феррак, если я точно помню Не стойте в войт-зонах На полу Это не баф Опа Неожиданно Но факт Затем, ребяточки Меняются танки У нас Значит На 65% Босс начинает С двухминутной Переходной фазы То есть Как она начинается Люди делятся На две группы Одна улетает На одну платформу Другая на другую платформу И, соответственно Там убиваются Большие вот эти самые Вихри, да Помимо прочего Там появляется куча адов Рошагет что-то летает Так что будьте аккуратны Да, разбейте чит И увидите быстро ад То есть Все очень просто Как я и сказал Этого большого воздушного Летает дракон И вот Видишь, стоит И вот Ух, сейчас надышу Вот И летит Дышать Будет То есть Какой-то войт-зоны Перед этим нету Так сказать Чтобы это было понятно Так что следите Что летит не в вашу сторону Да То есть Потом у нас Как я понял Все то же самое Потом Стойте рядом с игроками С таким же зарядом Как у вас И разбейте Щит Да, то есть Ну Вот так вот делаете И все будет Хорошо, да Быстро пройдите сквозь волну Чтобы минимализировать урон Да, то есть Вот такая вот штука Какие-то блинки Ускорение нажать Чтобы быстрее просочиться Сквозь эту волну Вынесите бомбу Если бомба Бомба не пропадает Если не задел Других игроков Вот То есть Вот пожалуйста Вынесли И она И все Отлично Рассредоточились Затем сбейте каст Или с диспельте Да, рассредоточились Сбили каст С диспельте Вот такой вот Кружочек Да Который появляется Не стойте войт-зон На полу Опять же таки Да, опять То же самое Только уже другие вихри На 25% Вас там Откидывает Вы это лутаете И потом По итогу Видите Уклонитесь от шаров Большого Ада Ну да, понятно Убивая этого Ада Когда вы отлетели Опять на платформы Опять там Рошахет летает Аккуратно Будьте Да Ну и соответственно Третья фаза Но футаж Ед Кошечка Ходит по пианину Я надеюсь Вам понравилось Это видео Было полезно Так Ну соответственно Там будет такая же бомба Которая вот Безопасность Рейд будет туда притянут Да Притягивает в сторону Этой бомбы Используйте подбрасывание Чтобы запрыгнуть наверх Прыгайте точнее Или умрите Да То есть Ну вот так аккуратно встать Чтобы вас откинуло На основную платформу Где в общем-то По идее Начнется финальный файт Да Вокруг Войдзона Распространяется Убить босса Раньше чем закончится место То есть Со всех сторон Идет электричество Надо по-быстрому убить Очевидно Сюда куда-то издается Бел Возможно Кстати говоря Бел сдает сюда Второй раз Скорее всего Бой длинный Очень Не стойте в танках Танки должны поражаться И поменяться Да То есть Вот так вот Она кастует Вот Собственно Танк Вот здесь вот И меняется Быстро пройдите Сквозь волну Опять-таки Вынести бомбу Чтобы она пропала Не стойте В огромном луче Опять-таки Все то же самое Что уже были И в лужах Не стоять То есть Такой вот долгий Относительно Бой Но Ну какой есть Ребятушки То есть Вот такая вот история В принципе Это хорошо В принципе Это хорошо Все вам рассказал Можете легко пройти И получить Невероятное наслаждение Да Какие у нас еще изменения У нас В отличие от того Когда было в первом сезоне У нас появится Уникальная возможность Выбить Саршагет Штучку Которая Дает нам Какой-то Комплектный бонус Ну На рандомный Абсолютно Слот На который вам Только захочется То есть Комплектная шмотка Там Штаны Или перчатки Чем захочется Одна на рейд Такая падает Помимо того Что просто падают Шмотки С боссов Комплектные Как я уже Напоминаю еще раз На всякие Комплектные шмотки Будут падать Одни и те же Со всех трех рейдов То есть Грубо говоря Если на вас Есть какая-то Бисовая триня Или бисовая одежда С данного рейда Эта неделя Существует Для вас Да Следующая неделя Такая будет Только четвертая Да То есть Это первая Абери вторая Потом у нас Амердрасил Третья неделя И соответственно На четвертой неделе На четвертой У нас опять будет Снова Этот самый Хранилище Площение И потом уже На седьмой неделе У нас все Подземель откроются Ходи куда хочешь За это время Уже все В идеале Должны свои триня Выбить Типа того Но не Как говорится Грустите У вас будет падать Такой бронзовый Свиток И за этот Бронзовый слиток Вы сможете купить Конкретную шмотку Включая триню В конкретном месте Об этом я вам расскажу В видосе Скорее всего В котором Как можно быстрее всего Одеваться Который у нас В общем-то Скоро выйдет Если не ошибаюсь Завтра этот видос Я выпущу Как максимально быстро Эффективно одеваться Так что ждите И Насладитесь И этой частью новостей Ну а я надеюсь Вам понравилось Это видео Было максимально полезным Как и всегда Жоуэлл.